Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Рады вас приветствовать! Ну что ж, вот мы почти на финишной прямой. Сегодня в Магнитогорске стартует финальная серия розыгрыша Кубка Гагарина. И сегодня здесь, на арене Металлург, будет классный хоккей. Магнитка против ЦСКА. С нами играют команды, при первой же возможности меняются. И вот здесь какая ошибка! И мог сейчас открывать счет в сегодняшнем матче Максим Соркин. Это опять все тоже для соперников пресловутое звено 3-е ЦСКА. Тут прежде всего надо отметить передачу Александра Попова. И вот сейчас хорошо может раскатиться Магнитка. Хорошая передача назад и с броском! Вот это было опасно добивание! Ух, какие шансы! Это сейчас мог забивать Филипп Мае, но началось все с броска Абрама на Лайфсика! И спокойно назад на Нестерова. Нестеров, что его пушка болит! И действительно сразу не прижал там Кошечкин шайбу! Но все-таки Чибисов на поборе. Да, каким-то чудом сейчас Абрамов не добил эту шайбу. Там здорово сыграли защитники. Акулов искал Григоренко передачи, но в итоге бросок и показалось. Даже не совсем увидел эту шайбу Кошечкин. Лидер среди защитников Евгений Бирюков. У него 172 матча. И бросок по воротам! Мы видим, как помогли защитники Федоровым. Атаку начал, и порт закрыл, и за ворот побежал навязал. Но вот здесь момент хорошего Акулова. Из-под дронов он носил бросок, и Василий Кошечкин с ним справляется. Баскера на брос. Сила прием Кари на Дальбике. А вот здесь одно добивание, второе голом дронов! ЦСКА выходит вперед 1-0! Ну как же так дают добивать? Нашли свой момент армейцы. Я говорю, что переиграл эта пятерка Металлурга. Потом вот этот невынужденный проброс, броски стали доходить до ворот из-под ног защитников. И вот один из таких бросков все-таки поражает ворот Кошечкина. Мы видим, что не сразу Андронов сначала бросил. Кошечкин с первым броском справляется, а с вторым броском уже Андронов направляет шайбу в сетку ворот. Куда в угол. И опять как... Ой, красавец Григоренко! И пас на гол! И добивание! Это гол! Местеров! 2-0 ЦСКА и до атака! Да, сейчас просто армейцы рвут Металлурга в их зоне. Мы видим сейчас сначала Акулов уже должен был решать игровой эпизод. Попал в щитки игроку за Металлурга. Но потом уже Нестеров расстреливает ворота Василия Кошечкина. И выход на два в одного Акулов. Попкидка Кошечкин не дает Сергееву отличиться. Да, конечно, настолько мягкие руки у Акулова. Прям как будто рукой отдал эту передачу Сергееву. Там и Сергеев неудобное положение было. Напрыгала шайба и все-таки умудрился замкнуть ее. Но Василий Кошечкин спел переместиться и отразить этот бросок. Лайпсик. Надо спешить. Последние секунды большинства. И добивание. Гол. Карпов. 1-2. Магнитка бросается в погоню. Карпов удаление заработал. Карпов его зареализовал. Мы видим, выиграл борьбу на пятаке сейчас. И отправил шайбу в сетку ворот. Но так уже были близки игроки Металлурга этой заброшенной шайбы. Достаточно много моментов создавали у ворот Ивана Петотова. И вот один из этих моментов они смогли реализовать. Ну да, скажем так, назревал потихонечку гол. Яковлев. Но впереди еще много борьбы в этой серии. И в итоге бросок в ближний угол от Никонца. Но надо, надо бросать магнитогорца. Пока есть дефицит этой ситуации в третьем периоде. Ну и часто вступает Федотов в игру. Диагонально Никонцева. Никонцев. Смещение в центр. Никонцев. И бросок. Ух, вот это было неплохо. И там Карпов пытался с лету попасть по этой шайбе. Не попал. Попади. Это был бы гол. Да, сколько таких теннисных попыток сегодня было. Брасывание за магниткой. Бросок по воротам. И сразу не поймал. Опять на клюшку отскок Майем. Прыгала шайба. Сложно было. Да, Федотов мог бы и не успеть переместиться в случае, если сразу бросил Майем. Продавливает его Слепашев. Продавливает пустые ворота. И это гол. Это гол. ЦСКА забивает пустые ворота за 2.38. 3-1. Да, казалось бы, что уже Дронов забирал шайбу у Слепшего. Но Слепашев до конца поборолся и отдал передачу на пустые ворота на Плотникова. Или армейцы? Пустые ворота? Нет. Эта шайба не будет. Засчитана. И счет 3-1. Вот он итог этого первого матча финала Кубка Гагарина. Московские армейцы в гостях побеждают Магнитогорский Металлург. И послезавтра мы все в предвкушении второго матча здесь же в Магнитогорске.